здравствуйте с вами Алла Дворецкова это передача о мелочах из жизни тема нашей сегодняшней передачи красота и стиль тренды этой осени у меня в гостях Кристина Гришаева стилист Надежда Валиулина вице-чемпион Европы и чемпион России по макияжу Кристина первый вопрос у меня к вам что же модно в одежде всем я очень рада присутствовать здесь у нас уже сложился тандем такой осенний с надеждой мы рассказываем про тренды это очень приятно я как обычно подготовилась и составил список топ-11 самых ярких трендов на мой взгляд и визуализировала для вас примерно из масс-маркета но прежде чем приступим мне хотелось сделать такое важное замечание сделать акцент на том что не нужно принимать тренды как какой-то основной пункт благодаря которому вы будете выглядеть стильно это совсем не так можно играть в тренды можно их дозировано добавлять в свой гардероб чтобы сделать его более интересным но не значит что если вы не покупаете тренды вы не модные вы не стильные это совсем не так делайте ставку на свой персональный стиль на свое днк и тогда вы всегда будете выглядеть на все сто процентов так первый пункт о котором мне хочется сказать это как вы уже наверно заметили яркие цвета все во время карантина соскучились истасковались и вот этого сезона весна-лето не хватило дизайнерам чтобы насладиться вот этим зеленым ярким насыщенным цветом он называется лепрекон очень интересно все наверное знают лепреконов и то что они как правило в зеленых таких курточках этот цвет он заряжает настроением заряжает бодростью поэтому здорово что осенью и даже зимой мы можем продолжать носить вот этот яркий оттенок здесь платье пиджак актуального кроя я бы носила его как единственный акцент в образе то есть разбавляла бы нейтрализовала какими-то ахроматами может быть белый серый черный обувь сумка верхняя одежда и оставила бы единственное вот яркое пятно в образе виде этого платья дальше покажу свой костюм мой любимый костюм я встречала в нем новый год и он до сих пор актуальный и еще я думаю несколько лет не потерять своей актуальности за счет того что во первых у него современный крой это пиджак прямого кроя английский лацкан двубортный брюки палаца широкие этот цвет тоже интересный называется meconos blue что хочется еще сказать не пугайтесь таких ярких цветов знаю что многим девочкам страшно когда слишком много внимания не к себе привлекает поэтому предлагаю взять яркий цвет и дозированно добавить его в виде каких-то аксессуаров в образ то есть если вам например привычно спокойная цветовая гамма нейтральная какая-то бежевая может быть коричневая то вот я взяла сумочку свою тоже как пример она ярко-желтого цвета и здорово как раз будет внедряться в такие пастельные какие-то образы спокойно с ярким костюмом нельзя такую сушку мне можно я то не боюсь с этим синим ну вот все зависит от того насколько готова девушка к тому что она будет притягивать взгляды потому что это не всем легко дается я легко могу добавить потому что очень красивое сочетание да 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 я знаю что вам характер тоже это все близко и легко вот но если нет то можно например да не какой-то до голубой деним кардиган и вот добавить яркий акцент виде желтой сумки мы будем еще говорить с вами позднее о тренде настеганность вот как раз эта сумка настеганная и заключать получается два тренда в одном дальше следующий тренд это пасторальный цветочный принт вот как раз я на себе визуализировала это платье приталенное струящаяся ткань здесь есть разрезы то есть очень женственное платье но что мне хочется сказать что ваш образ был более интересный не такой приторно романтичный я рекомендую вот такие вот очень женственные вещи разбавлять добавляя в образ что-то на контрасте грубая то есть обувь например может быть чуть более грубые какие-то сапоги с широким голенищем вот на мне сейчас белые казаки высокие такие широким голенищем косуха сверху дав как раз пришла в косухе либо какие-то грубые ботинки на шнуровке даже могут быть то есть чем выше контраст вот этот стилевой тем образ выглядит всегда более интересно стильно вкусно современно да все правильно а вообще постарали это знаете да что такое это жанр такое в искусстве в литературе рассказывающий о мирной сельской жизни то есть вот этот принт цветочный напоминает у нас занавесочки могут такие тоже встречаются отсюда название постаральный следующий тренд это костюмы трикотажные костюмы двойки костюмы тройки то есть если раньше мы носили брюки например и кардиган то сейчас мы добавляем еще и туп внутрь трикотажный это всегда выглядит женственно это очень уютно всегда осенью здесь не буду долго долго заострять внимание следующий тренд четвертый это вырезы и разрезы он перекочевал к нам из прошлого года но почему я сейчас тоже о нем хочу сказать потому что например давайте визуализируем сразу как это может выглядеть это может быть какой-то какой-то топ с вырезом например на плече либо на спине а могут быть вот такие вот трикотажные это вот отдельно у меня две вещи топ и трикотажные рукава отдельно то есть вот такие трикотажные рукава мы добавляем внутрь топ либо какой-то платье можно рик на трикотажные и получается у нас визуально создается иллюзия вырезов разрезов есть еще отдельно просто рукава трубы без перчаток можно например с трикотажными жилетами комбинировать и получится эффекта такого джемпера с разрезами вот хотелось бы сделать на этом акцент очень здорово смотрится и вот такая вот фишечка изюминка можно добавить например такие рукава к обычному топовый джинсом и уже будет выглядеть интересно стильно и необычно но вот сейчас такую погоду когда ветер холодно что тогда нужно шарф верхняя одежда какая предполагается же правильно сейчас 15 градусов или меньше тоже наверно да да ну можно замотаться если чтобы в грудь не дул может конечно замотаться шарфом так верхняя одежда дальше следующий следующий тренд это ретро кроссы ретро кроссовки на смену пришли аглии сникерсом помните да вот эти папины дедушки на кроссовке сейчас мы носим вот такие ретро кроссовки между кедами и кроссами в общем что такое не тоже не то есть не буду долго платформа огромная она уже уходит на второй план кроссовки на платформе а когда они были на первом но они же были год назад актуально ну аглии да вот эти аглии массивные такая уродливая платформа года даже не 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 подошва грубая такая тракторная потому что про нее я буду сейчас говорить да вот эти кроссовки аглии такие уродливые сменились на аккуратненькие кеда в ретро эстетики до следующий тоже далеко давайте не будем уходить пройдемся по обуви вот как раз начали говорить про тракторную подошву я визуализировал принесла вот такие вот армейские ботинки высокие на тракторной подошве классно сочетать вот на контрасте как я сказала женственными какими-то вещами с блузками с юбками с платьями с мини платьями парашютами очень этот тренд виз уже перекочевал у нас с прошлого года он кочует кочует и я думаю что никак не не уйдет да да в моде комфорт в моде проявления себя поэтому я думаю что грубоватых вещах да 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 сейчас цене характер то есть я думаю что это останется с нами я там еще принесла ботиночки то есть это не обязательно могут быть такие прям грубые армейские ботинки могут быть аккуратненькие дерби оксфорды но тоже заметьте что подошва толстенькая и вот чем хороша такая обувь вы опять-таки можете в свой базы повседневный стиль добавлять точечно и и например сделать сложнее образ добавив не обычные ботиночки нам привычные да какие-то лоферы а например лоферы на грубой тракторной подошве тем самым будет более стильно выглядеть ваш повседневный там офисный даже лук какой-то надевать сюда допустим какие-то капроновые колготки или удлиненные чулки закрывающие колено утепленные это все еще модно и актуально или это уже считается дурным тоном очень модно именно такие ботинки низкие носить с носками это могут быть спортивные носки из какой-то спортивной атрибутики когда сейчас холодно где-то к нулю градусов тогда что колготки колготки и носки можно так то есть нас даже контрастные могут быть до темные колготки например и контрастные светлые какие-то носки но естественно не просто так носки появляются они должны быть чем-то связаны в образе по цвету как минимум дальше давайте ретро кроссовки мини мини юбки нету два в одном взяла свой костюм любимый тоже весну и лето в нем ходила и осень буду продолжать потому что он такой не слишком тонкий то есть универсальный по температуре да это фисташковый цвет и посмотрите как интересно скроен этот костюм то есть сложно так вот видно наверное да как будто мы взяли большой пиджак разрезали его пополам и получилась юбка и укороченный жакет вот первый тренд это на мини это мини платье парашюта которых я уже вскользь упомянула это мини юбки которые мы сочетаем как раз вот на контрасте с высокой какой-то обувью грубоватый не обязательно такой прям грубый можно сапоги широким голенищем на устойчивом каблуке если более женственный хочется вариант вот и верхняя одежда какие-то куртки они тоже очень часто укороченные сейчас то есть почему я так считаю почему пришел вот этот тренд на укороченные модели верхней одежды жак мюс и фенди даже дубленки вот такие укороченные в этом сезоне показывал своих коллекциях показывали потому что всем надоели немного уже вот эти стандартные как я синий свой пиджак показывал мужского кроя удлиненные пиджаки под надоели хочется чего-то необычного поэтому мы начали носить укороченные модели они сейчас уже входят в базу то есть смело их можно назвать базой здесь у нас эко-кожа кристина я тебя переживаю за здоровье а как же нам тогда вниз утеплять что мы в такие как у нас сейчас высокая посадка везде кстати очень классно формирует красивый женственный силуэт я почему еще люблю вот эти модели потому что здорово формируется талия если мы берем брюки либо юбки на высокой посадке у нас ноги получать пропорционально очень длинные относительно торса и за счет объема сверху объема снизу талии визуально кажется еще здесь нужно заметить что под укороченные такие модели у нас посадка обязательно обязательно высокая современная посадка она высокая у нас есть сейчас тенденции на двухтысячные когда вот возвращается вот это низкая и при этом крови очень свободные ну джинс например да я думаю что она не приживется потому что на самом деле двухтысячные были очень странными в плане стиля эстетики там максимальная сексуальность была такая агрессивная да у нас были топы были заниженные посадки вот я думаю что это не приживется вот высокая это классика это из года в год люди россии это красиво да это женственно это красиво дальше следующий тренд это дутость и стегленность про сумку я уже сказал показала на примере что это может быть еще мы уже тоже не первый сезон носим но раньше мы носили при какие-то пуховики стеглые пальто сейчас что это может быть я принесла куртку но это может быть костюм при рубашка и мини-юбка те же самые до мини-юбки они стеганные классно эффектно смотрится либо это может быть даже костюм с брюками стеганый то есть уже перешли на внутренние слои не не только верхняя одежда дальше про меховую обувь хочу сказать сама честно не вижу себя но вообще смотрится очень интересно причем в меховая обувь не в привычном нам представление что это сапоги какие-то не а вы а именно шлепки тапки лоферы я даже не решилась биркенштоки да то есть открытая летняя обувь но она внутри утепленная мехом и мы носим ее на носок это уже не считается мувитоном и сочетаем с каким-то расслабленными комплектами в пижамном стиле вот те же самые трикотажный комплект про который я говорил тройки тоже классно будут смотреться именно вот такой меховой обуви пока погода позволяет можно попробовать кто хочет поиграть в моду почему нет вода это вообще интересная такая игра и если хочется да немножко добавить авантюры какой-то в жизнь почему нет это интересно дальше следующий тренд это стиль прэппи это стиль школьница богатых американских школьниц может быть сериалы какие-то кто-то видел многие вдохновляются что может быть например может быть такой вот клубный бомбер может быть мини-юбка плесе с клеткой ну какие-то рубашки ботинки тоже показывал которые я черные прекрасно сочетаются с мини-юбкой с жакетом либо с жилетом трикотажного в таком такой школьной эстетики вот мне тоже откликается кстати и я вот наверное себе с удовольствием оставил этот бомбер я подумаю так основные моменты основные моменты все сказала надежда теперь расскажите вы нам о тенденциях в осеннем макияже с удовольствием смотрите хочу обратиться сначала девушкам которые любят любят нюдовый макияж потому что нам всем понравился он занимает меньше времени и самый большой акцент идет на здоровую кожу конечно мы первое дело уход мы ухаживаем за кожей и чтоб она излучалась внутри сияния но также мы можем помочь этому покажу любимый продукт это крем color base от мак он дает такое прям влажное сияние то есть ощущение что мы имеем не перламутровое сияние она слегка влажное как будто ваша кожа увлажнена и вы только что вышли от косметолога к нему добавим румян для того чтобы мы светились здоровьем румяна у нас представлен в розовых оттенках но мы не забываем что у нас есть девушки холодного и теплого цвета типа поэтому мы обращаем не только на яркий розовый или нежный розовый пудровый для девушек обладателей светлой кожи да но также обращаем внимание на такой нежнецкий весенний цвет вот у меня таких два оттенка они подойдут девушкам с теплым цветотипом рыженьким блондом и тогда у вас сейчас как раз вот из этой да у меня вот эти румяшки сегодня на мне вообще если кожа ухоженная мы добавляем корректор увлажняем ее румянился и в целом мы уже можем быть на кроме он и не используем естественно да вот как раз я взяла две тональные основы которые сделать вашу кожу прям натуральненько не будет видно что вы затонировались один вот и рвейт другой фэйс и боди одни из любимых вот и рвейт оставит натуральный финиш фэйс и боди такой прям супер блестящие финиш но они должны быть какими увлажняющими да и они тогда есть консистенции бибиси тонкое покрытие прям тонкое невидимое покрытие ну про кожу поговорили про себя не поговорили для девушек с жирной кожей я тоже принесла любимый продукт без него жить просто не могу это light девчонки помогает light 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 капает ну в общем узнаете в общем простите за мой английский я в процессе обучения он дает настолько тоненькое сияние что его тоже не видно то есть на повседневку вот он не дает бешеного перламутра его тоже можно вы его узнаете по таким мраморным разводом есть несколько оттенков это тоже маг вот за что люблю за то что невидимым невидимым и вообще считаю что макияж он должен нас делать красивыми от природы и как будто бы мы много не красились это вот прям не считаю самый лучший как бы вариант для девушек и на самом деле он сейчас самый трендовый сам натуральный и обратите внимание что тональная основа у нас постепенно уходит особенно плотный матовый уходят и можно заменить даже корректором то есть какие-то участки тонировым какие-то не то не ладни текстур нас уже с прошлого года возит до на втором но понятно что кому нужно то можно и можно просто на какие-то участки чуть плотнее положено все лицо более прозрачный вот любимый тренд проговорили и еще в этом тренде есть мой любимый тренд когда мы берем примером один оттенок например возьмем вот такой вот вкусненький и мы его можем например или вот румяшки можем взять тоже наносим на глаза на щуки и на губы понятному что-то похожее наносим либо просто используем помаду то есть когда мы не припудрились немножечко растираем на щечки вспоминаем наших мам как они это делали легонечко прям по складочке пальчиком и на губу вот есть один оттенок на все лицо если едете куда-то берем одну помаду тональную корректор и все вот к нему что нужно добавить к нему нужно добавить пушистые брови поэтому у кого есть там не знаю момент который нужно заполнить можем использовать карандаш в волосковой технике и соответственно гели для бровей прозрачные цветные делаем бровь пушистой натуральной ни в коем случае не очерчены вот с этим трендом закончили а теперь для девушек которые любят яркие глаза здесь очень большой ассортимент на самом деле от чего мы уходим от графичности но стрелки на завоевали они не уйдут и они являются классным акцентом становятся шире более растушеванные и более того цветные стрелки для этого у нас появляются различные карандаши всяко-разно цветные всякие продукты или на самом деле когда мы видим это разноцветие разнообразие нас это относит больше к весне но по ощущениям потому что мы действительно так соскучились по цвету что мне кажется мы прямо дорвались для этого мы должны взять цветной карандаш заполнить им практически все века и мягкой кисточкой чуть-чуть вывести в длину так скажем этот тренд мы сочетаем с нюдовым макияжем в плане да то есть мы практически не накрашены у нас один акцент но также это можно делать яркими оттенками теней вот все они сочные яркие также обращаю внимание для очень как-то сказать модных девушка это металлизированные оттенки то же самое мы можем сделать на металлический карандаш положить металлический пигмент а вот глиттер и всякие сияшки я вот их очень люблю как у них и сейчас сияшки металлические только медали просто если глиттер не обязательно чтобы металлик был не заявлен нигде не упоминается нет дальше идет уже акцент на глаза мы вспоминаем ну как и сказали что 90 зайдут не зайдут но тем не мере в 90 что мы делаем обладили глаз и мягко тушевали но тренды в чистом виде они к нам не должны возвращаться поэтому в этом сезоне мы берем кисточку и этот же карандаш мы быстренько тушуем да в целом если вы используете стойки карандаши вот это вот аква из атомы как форвар они не требуют фиксации тенями то есть вы можете макияж сделать быстрее а тени сами по себе сатиновые перламутровые матовые какие в тренде ну первое мы должны если сатин используем делать это очень спокойно если раньше были супер блестящие супер активны то сейчас это все ближе вот к натуральному сиянию идет вот ну а все оттенки вот я приготовила несколько оттенков здесь и здесь вот видно вот в этой палетке здесь нюдовые оттенки матовые то есть они нам помогают сформировать красиво складочку складка остается в акценте для того чтобы глаза наши выразительные были правильно вот только раньше мы делали кат крис такие четкие а сейчас мягко тушевыми а перламутровые тени сейчас как у нас по моему они остаются только не остаются такими не бешен перламутровым вполне спокойным то сейчас вы замечали что такая вполне натуральная сиянь и стрелка например вот стрелки есть будут никуда не уйдут то есть можно делать акценты можно обводить уголочек а губы блеск маты на какие-то матовые это анти тренд все мы не делаем их увеличение не делаем матовые кладем блеск бальзамы то есть вполне можно карандаш поверх контура не многие любят мюдовый карандаш используются на 3 инстаграмм и дизайнеры они немножечко диктуют разный тренд если мы говорим о трендах именно от тех которые на мода диктует то мы говорим о влажных губах натуральных купите просто прозрачный без четкого контура но контур на самом деле может быть четки но не удовый и влажные губы красиво смотрится и нет увеличение именно вот перебор это скажем тренд к натуральности идет поэтому мы не делаем такой акцент а вот про яркие губы мы будем использовать оттенки более глубокие более темные я вам подготовила несколько цветов вот такие вот сильно за они прям темно если вы хотите сделать один акцент пожалуйста можно использовать темный и можно еще темнее использовать и черные тоже можно вот потому что нас относит это уже к панк направлении что тоже сейчас очень-очень-очень модно про анти тренды прямо одно слово скажу мы не делаем много тона мы не делаем коррекцию активно ушел тренд кому нужно можно но немного мы убираем обилие накладных ресниц то есть ресницы вполне натуральные небольшие пушистые расчесанное а вот и убираем такие большие там четкие глаза то есть все мягко тушеванная яркая я подготовила тоже подводку можно делать мягенько смойки и подводка тянуть кисточкой тоже получать стойкий макияж или карандаш для этого использовать спасибо большое кристина скажите какие оттенки сейчас модно у нас в одежде ну потом как обычно выбрал для нас 10 модных и 4 базовых оттенка озвучу 1 вот я вам визуализировал уже на примере моего костюма это не конус блюн синий яркий насыщенный такой электрик как еще вы назвали а неоновый 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 да вот туда следующий цвет это желтый на примере сумки тоже я вам показала иллюминейтинг он называется затем фуксия в общем если сравнить с прошлым годом с прошлой осенью я позже рассказывал потихонечку оставаться желтый именно если сравнить с прошлым годом прошлой осенью были все оттенки приглушенные с большим обилием серого в пигменте да а сейчас они все практически чистые яркие насыщенные то есть мало что изменилось с весенне-летнего сезона то есть все оттенки такие жизнеутверждающие это очень здорово я очень люблю яркие цвета следующий ярко-зеленый лепрекон вот который я вам показывал на примере платья пиджака терракотовый удоб ярко-красный fire фиолетовый он тоже с нами уже не первый сезон фиолетовый лавандовые все оттенки особенно сочетание желтым на контрасте по цветовому кругу это комплементарное сочетание очень здорово свежо смотрится то есть как мы летом носили весной мы продолжаем носить это все и осенью дальше коричневый root beer такой пивной до beer и нежные оттенки нежно-розовый тоже присутствует это модные цвета а базовая палитра 4 цвета это кокосовый крем вкусненькое название такое потом ultimate grey это абсолютно серый как в прошлом году это был дождь со снегом мне кажется очень похожие оттенки а затем светло-бежевый и оливковая ветвь вот например моего костюма мини-юбки с жакетом это как раз олив бренч оливковая ветвь надежда скажите а вот в макияже трендовые цвета они тоже очень перекликаются поэтому прям рядышком сразу выложила то что мы сейчас проговорили и действительно они все горят нас вдохновляют как один акцент на лице либо губы либо глаза они используются а сейчас считается хорошим тоном когда допустим тени совпадают с цветом там жакета что-то из одежды это это зависит насколько яркий цвет мы взяли то есть если он его много этого цвета то тогда нужно выбрать давайте например вот за нами интересно вот этот костюм ой нет давайте вот это платье возьмем зеленый лепрекон какой макияж я бы туда красные губы сделала но так как из красных у меня сейчас вот 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 так вот то есть я считаю что акцентом 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 был бы уже на губы они нравятся как ноготочки даже вот эти разу перебор мне кажется что-то малиновые такое даже вот если успокоить то классика а если усилить то противоположный розовый соответственно можно пойти на показ что-то такое вот в тени и ну это можно бренд выбрать когда мы используем это глаза губы и щеки и вполне это уже не будет как-то кричащий кристина скажите про ваши осенние луки вот ваша мастхэб без чего ваша осень не обходится моя ли это обязательно трикотаж потому что это уютно тепло и женственно в этом сезоне как я уже сказала они такие более прилегающие стали трикотажные костюмы из тонкого трикотажа то есть все женские линии видны но немножко гиперболизирована удлиненные до рукава удлиненные кардиган удлиненные какие-то расклешенные брюки к низу но тем не менее очень женственные то есть трикотаж и грубая подошва мне тоже очень зашла во-первых меня рост метр пятьдесят восемь не это на руку вот поэтому у меня есть и ботинки и армейские дырма из верхней одежды чтобы в себе выбрали ну без пальто осень мне кажется без пальто не может быть пальто базового кроя с английским лацканом однобортные двубортные пальто халат обязательно она должна быть ниже колена то есть если высокая девочка это может быть длина и макси если девочка петит то это ниже колено длина миди ну не 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 выше то есть головной убор обязательно для вас 8 не для меня нет не обязательно я вообще люблю играть в этого все люблю беретки какие-то языка кожи конечно это классика единственное что вот кожаные беретки более актуальны популярны чем фетровые какие-то вот а я люблю разные я люблю панам у меня есть меховая панам у меня есть много у меня есть тоже меховая панама на зиму на что-то я так ни разу и не надела ей в прошлой зимой это шутка и очень здорово с этими шубками тоже очень подписчики не раз реагируют а если еще в этой панамке нет я ее конечно показал там много было реакции таких я просто говорю еще просто до вас этот тренд немножечко не я тоже когда покупал спросила своих подписчиков как думаете брать или нет большинство сказали нет я говорю значит хороший смотри надо брать надежда так как вы у нас еще и стилист по волосам скажите нам пожалуйста вот главные тренды укладках стрижках да с удовольствием давайте начнем с укладок и здесь у нас первое это длинные волосы в тренд входят после того как мы все сделали короче теперь начинаем все обратно отращивать до либо второй вариант если мы сделаем еще более короткими и в укладках тогда мы должны использовать естественность они должны быть либо либо прямые либо вьющийся понятно но либо мы используем например текстурные спреи то есть возник такого что только прямые тренд на прямые или только там на кудре тренд и и они уже неврежность она то есть уже идет и никуда не уйдет потому что для что нам важно самоудобство да то есть мы можем распылить вот например beach wave с тоненьким слоем издалека взбодрить да даже если мы не накручивали локоны и тем не менее небрежно они уже будут то есть выделены пряди в правильной стрижке будет все идеально это ваше любимое средство или просто как пример я вот взяла два любимых первые которым я сегодня пользовалась для того чтобы сделать волосы блестящими гладкими потому что тренд идет также на гладкость не только на небрежность надежда у меня немножечко в тренде я сейчас расскажу про про волны сейчас дойдем вот то есть мы можем в принципе делать прямой либо косой пробор и соответственно используя спрей блески добиться такого влажного эффекта или например наоборот используя пляжный спрей добиться небрежности так как длинные волосы в тренде мы естественно их носим не просто носим носим в легких волнах для того чтобы была текстура андитренд объявляет соответственно тугие кудри они ушли на чесы то сейчас все можно сказать без объемом с натуральным объемом вот это вот самое важное и входит вот этой осенью будет самый пик на очень короткие стрижки если вы хотите попробовать попробуйте этой осенью спасибо большое кристина давайте завершим таким вопросом вот каких-нибудь три максимум пять главных анти трендов этой осени что мы категорически не достаем давайте я немножко обобщу и скажу о том какие фасоны не актуальны просто наболевшие темы я очень часто встречаюсь с этим на разборок гардероба у своих клиенток мы дело в том что привыкли годами носить одно и то же очень сложно нам к чему-то новому привыкать мода на базу она меняется медленно раз в десять лет и вот в прошлом году были одни силуэты в этом десятилетии прошлом десятилетии на это так сказала в этом десятилетии другие стало все более свободны то есть что является антитрендом это прилегание и короткая длина то есть если какое-то платье не доходит до коленочки это не менее да это где-то в районе коленочки то значит задумайтесь над тем актуален ли фасон если это круглая горловина в сочетании с такой длиной если это короткий рукав либо рукав три четверти когда облегание идет по всему телу то наверняка этот фасон устаревшие я бы рекомендовала либо проходить мимо если вы в магазине либо убирать из своего гардероба если уже есть такое платье верхняя одежда тоже стала намного более свободной потому что у нас слои появились до многослойность тренде какие-то пиджаки какие-то рубашки лесоруба все это должно помещаться под верхнюю одежду и вы при этом должны чувствовать себя комфортно не что не должно сковывать ваших движений поэтому верхняя одежда стала чуть свободнее чуть удлинение тоже если раньше вот эта длина в районе коленочка коленочки была длиной миди то сейчас миди это уверенно под коленкой лучше макси чтобы например какое-то пальто перекрыло любое платье любую юбку любой длины это и удобно и красиво сейчас считается нехорошо если вдруг платье ниже чем верхняя одежда 10 сантиметров допустимо не критично но мне нравится когда верхняя верхний слой перекрывает так как в коконе это смотрится уютно современно ну я думаю что все вот прилегание укороченные какие-то кусочки и вещи пиджачки по фигуре на одной пуговке по свободнее чувствовать себя максимально комфортно да 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 спасибо вам большое за беседу я надеюсь что вам очень понравился наш выпуск желаю вам чтобы вы были всегда красивыми стильными модными уверенными в себе и конечно же здоровыми а мы с вами увидимся в следующем выпуске на ульяновской правде с вами была лада рискова пока пока и до новых встреч